Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на наш объект, на котором мы монтируем японский фиброцементный сайдинг. Вот так вот он смотрится. Вот этот участок стены мы еще не сделали, тут у нас подготовлена обрешетка. Вот эту часть мы уже практически закрыли. Вот эта часть у нас, вот так у нас запилены углы под 45 градусов. Сейчас я вам буду показывать некоторые моменты по монтажу этого фасада. Вот на этой стене мы еще не начали монтировать панели. Здесь у нас сделана обрешетка, поставлен цокольный отлив и частично установлена стартовая планка. Стартовая планка это такой обязательный элемент, с которого начинается монтаж практически любого фасадного материала. Вот такая вот алюминиевая стартовая планка. У нее есть вот такие вот отверстия, куда мы должны закручивать саморез. Саморез в данном случае мы закручиваем с пресс-шайбы. Обрешетка у нас сухая строганная доска. Ролик по монтажу обрешетки, кто не смотрел, я оставлю в описании. Здесь у нас сухая строганная доска, 95 на 20. Вот она отходит у нас на какое-то расстояние, тут примерно на сантиметр-полтора от диффузионной мембраны. Монтируем мы ее на дистанционный саморез. Очень жестко стоит, то есть надежное решение. Смотрится это вот так вот. Пленка диффузионной мембраны Delta NeoVent. Сейчас я вам покажу, как мы начинаем монтировать стартовую планку. И небольшое количество фасадных панелей тоже прикрутим, чтобы вы понимали, что в принципе монтаж фасада не такой уж и сложный. По линии, да, у тебя вот по этой? Так, когда мы монтируем стартовую планку, важно, чтобы у нас стык панели на углу был на одной высоте. Давай, закручиваем. Чтобы у нас углы вот эти вот, они сошлись. Поставили стартовую планку. Сейчас мы будем пилить вот эту вот панель. Подготовили ее и вставлять, соединять вот с этой панелью. Так, чтобы у нас получилось, грубо говоря, такой вот запил, в который потом мы будем вставлять герметик. Чтобы у нас получилось все красиво. Давай, Мирза. Значит, мы пилим... Подождите секунду. Значит, мы пилим вот эти вот такие вот полоски, отверстия. Вот по этим отверстиям под углом примерно чуть больше, чем 45 градусов. Вот эта часть у нас остается, а вот эту мы спиливаем. Пилим обычной болгаркой диск алмазный и чуть больше 45 градусов. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так у нас выглядит резаная часть. Сейчас эту панель мы будем вставлять на стартовую планку. Дальше вставляем клеймера. Давай одну панельку прикрутим. Один клеймер, чтобы она туда-сюда не ходила. Все, теперь панель держится. Дальше мы берем вот такую соединительную планку. Она тоже алюминиевая, трехметровая. В соединительной планке вырезается вот такой вот паз. Когда мы ее вставляем... Давай, вставляй. Когда мы ее вставляем в панель... Опускай ниже. Давай сразу. Ну, ставь ее нормально. Чтобы она у нас примерно сошлась с уровнем японского фиброцементного сайдинга. Вот. Мы ее не крепим, а поджимаем с двух сторон кляймеру. Чтобы у нас максимально качественно ее можно было установить. Потому что если ты чуть-чуть закрутил ее, немножко ошибся, да, и у тебя уже непонятно, ну, где она будет стоять. А так ты и панель можешь подбить. И... Ну, короче, удобнее получается монтаж. Вот. Просто прижимаешь клеймерами с двух сторон. Вот сейчас мы докрутим наши клеймера. Тут вот, все, подожди. Есть разные отверстия для того, чтобы удобно было закручивать. Вот, например, встал он у нас сюда. Вот мы сейчас будем в это отверстие закручивать саморез. Дальше начинаем устанавливать вторую панель. У старта вот этот вот паз. Да, и вот этот паз мы вот сейчас вот задвигаем. Задвигаем панель. Чуть-чуть назад. Ставим. Клеймера. Видно, что клеймер дает дополнительное утолщение. Примерно на 5 мм. Такое ощущение, что как дополнительный какой-то вентозор. Но, когда мы монтируем, например, вот эти панели 16 мм в толщину, есть еще панели 14 мм в толщину, они монтируются в основном на гвозди, на деревянный каркас. И там, конечно, такого вентозора нету. А с клеймерами получается вот такой вот вентозор дополнительный. Для чего нужна вообще вот эта вот соединительная планка? Соединительная планка нужна для того, чтобы дать направление панелям. Вот мы поставили. Она дает направление панелям и уменьшает расход герметика, который потом мы будем тоже показывать вам. Сюда вот будем заполнять. Здесь будет с двух сторон с небольшим зазорчиком монтироваться малярный скотч. Шпателем резиновым белым наносится герметик, сниматься скотч и вот эта вот часть у нас будет загерметизирована. Сейчас будем устанавливать вторую панель. Так, сейчас, секундочку. Подожди, подожди. Значит, вот у нас этот клеймер. Вставляем. Давай, вставляем. Вставляем ее в клеймера. Смещаем ее чуть-чуть. Смещаем ее в угол. Ставим уровень. Встала? Да. Так она у нас получается на соединитель. И также сверху ставим клеймера. Видите, на клеймерах есть маркировка, фирменные клеймера. КМЮФ. Монтируем следующую панель. Ставим клеймера. В таких пакетах лежат клеймера. Поближе, давайте я вам покажу. Так вот они выглядят. Вот так вот у нас выглядит стык панели, который потом будем заполнять герметиком. уже на двух панелях. И вот так у нас выглядит угол запиленный под 45 градусов вот в этой части. Так вот еще у вас выглядит резаная часть. Дальше должно получиться примерно у нас что-то вот такое. Здесь вот у нас будут окна отделываться фиброцементным сайдингом кедрал. Вот эти стыки также будут заполняться герметиком. Тут еще немножко не хватает у нас панели. Соответственно, мы будем их доводить до конца и резаную часть убирать под софиты. Софиты здесь будем делать пластиковые, лобовая доска. Вот эта торцевая часть будет закрываться металлической фаской. Сейчас это выглядит вот так вот. Когда полностью сделаем фасад, уже будем наносить герметик. Тоже вам покажу, как это делается. Для того, чтобы нам нанести герметик в шов, нам нужно взять малярный скотч и с двух сторон наносить его так, чтобы не знаю, вот так вот видно. С краев вот здесь был небольшой зазорчик. Вот здесь вот, ну и, соответственно, вот с этой стороны. Обводя вот все вот эти вот как бы неровности, которые есть, чтобы у нас, когда мы будем проводить шпателем, герметик повторял текстуру вот этого камня, да, чтобы он примерно шел как вот этот камень. Дальше мы берем вот такой вот праймер, специальный, как грунтовка. макаем кисточку и промазываем вот этот вот наш стык. Чтобы была хорошая адгезия. дальше берем специальный герметик и начинаем наносить кисточку. Дальше берем вот такой шпатель, обычный резиновый шпатель в Леруа, где-нибудь такой или вобе, и начинаем вести по этим панелям так, чтобы он получился у нас гладкий. Да, Мирза? Да. Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...